Девушки отдыхают Ида, зацени, как красиво на улице. Давай, выйди. Отстань! Ей 13, а ведёт себя на все 14. Больше всего любит свой телефон. Да у неё прямо зависимость. Ты что делаешь? А на что это похоже? Сначала зайди в дом и обними брата. Ида, поздоровайся с дядей. А где Петер? На кухне. Повезло тебе с мужем. Ну да. Петер? Мы ещё даже не распаковались, а ты уже за работу. Я готовлю обед. Моё коронное блюдо. Подарок твоей семье. Мама, книги Петера нужно отнести на кухню. Отнести книги на кухню, а не по кулинарии. Ну, дай пройти. Сейчас, подожди. Одну секунду. На коробке написано «кухня». Тут нет интернета. Успокойся. Мы 10 минут как приехали. Невыносимый ребёнок. Сколько много коробок. Да, ты прав. На втором этаже не ловит. Попробуй на первом. Тут медленная связь. Я проведу тебе выделенный канал. Помоги маме разобрать вещи и выбери себе комнату. Где я буду жить? Выбирай туалет. От этого места меня. Ида. Куда ты это несёшь? Это для спальни. А вы будете здесь жить? Мой дядя Леннард немного окуку. Да, мы здесь. Мы переехали сюда из Стокгольма. Зачем? Ещё столько дел. Успокойся. Успокойся. Потом разберёмся. Потом разберёмся. Привет. Надо заполнить. Кто-нибудь займётся? А ты что, не можешь? Нет. Это Цезарь. Администратор в отеле. И чей-то родственник по чьей-то там линии. Нет слова, обозначающего степень нашего родства. А ты сам этого не можешь? Нет, мне нельзя. Не понимаю, почему. Я не должен работать после окончания рабочего дня. Ладно. Мой психолог сказал, что у меня трудоголизм, и я должен научиться говорить «нет». Странные чувства. Мне немного страшно. Мне нужен новый стул. Эргономичный. А то у меня сколиоз. Простите, что заставил ждать. Я хочу немного рассказать о... Мы в курсе, Питер. О еде. Это чили. Похоже на жаркое. Традиционное блюдо из говядины техасской кухни. Это версия без бобов и томатов. Сервировано тертым сыром и зеленью. Мой муж помешан на еде. На ее приготовлении. Соленье там. Варенье всякие. Крафтовое. Ива. И он... Наш новый шеф-повар. Прежний, скажем так, нас покинул. Саванте! Нет! Вызывайте скорую! Томми, ты чего так и не ешь? Это похоже... На жаркое, которое готовил Савантье. Просто копия. Даже цвет такой же. Савантье так любил жаркое. Очень любил. Извините. Что на него нашло? У нашего Томми. Недавно умер партнер. Сиге умер? Нет. Умер Саванте. А Сиге был до этого. Он тоже умер. Сгинул в горах. Саванте. Помогите! В горах бывает очень опасно. Он не умер, мама. Тело не нашли. Расследование продолжается. Да, любимый. А ещё был Видар. Его застукали, когда оттаскал деньги из кассы. Этот говнюк бросил Томми ради женщины. Это так замечательно, что молодёжь возвращается в родные края. Теперь вся семья в сборе. Мои замечательные, чудесные сын и дочь в отчим доме. Что может быть лучше? Любимый Ида. Цезарь. Леннард. И ты, Петер. Ты вроде тоже хороший человек. Выпьем же. За возвращение домой. За нас. За нас. За счастливую жизнь. Будешь кататься на лыжах? Надо бы, а то в Стокгольме не было времени. Работа, проекты, собеседование, сроки. Сейчас это в прошлом. Новая жизнь. Новый путь. Может быть, здесь мы будем счастливее, чем в Стокгольме. А тут медведи водятся? Да. Поэтому без ножа на улицу не выходи. Если на тебя набросится медведь, левой рукой хватай его за ухо. За ухо. Да, да. А правой всади в него нож. А правой всади в него нож. Я не знаю. Лично я считаю, что лучше притвориться мёртвым. Да и риск так меньше. Леонард? Ты что делаешь? Леонард! Леонард, стой! Леонард! А ты что тут делаешь? А ты что делаешь? Так и будешь стоять на дороге? Я просила тебя очистить только парковку. Мы продали его 30 лет назад. Да ты издеваешься. Закрою дверь. Да, да, конечно. Ты мне надоела. Сейчас закрою. Слабоумный пердун. Привет. Итак, значит, фамилия Лунстрем. Ты заказала мне новый стул? У нас вообще-то клиент. Ты мой работодатель. Я обязана заботиться. Цезарь, я занята. Разберусь потом. Номер 20. Двуспальная кровать. Двуспальная кровать? Будете кататься на лыжах. Потом, когда жена подъедет. А пока я хочу отдохнуть. Просто чудесно. Мне нужен стул. Если вам что-то нужно, то я всегда здесь. Вообще-то, я администратор. Я имела в виду в отеле, в кабинете или в туалете. Только если я, ну, в туалете, постарайтесь меня там особо не беспокоить. У нас два туалета. И еще третий на втором этаже. Спасибо за информацию. Тут мрачновато, но стильно. В этом чувствуется мощь, масштаб. По-своему, это даже красиво. Интерьером занимался вечный пьяный русский. Нет, я не хочу привлекать к себе внимание. Мне совсем не нужна благодарность от города. Этот отель ваше детище? У меня дела. Пока. Вы только приехали, а уже наводите новые порядки. С чего начнем? Чего? Ну, перестановки там. Не совсем понимаю, что происходит. Ты хотела поговорить с мамой, мамой. Мама. Послушай меня. Что здесь происходит? Ты мне объяснишь? Нужно всех собрать и обсудить всем вместе будущее отеля. Собрать кого? Улла, Штефан, наши сотрудники и лучший день. Сейчас эпидемия, все болеют. Давай в феврате. Не поняла. Неужели ты уже забыла наш язык? За февралем идут феврат и февраль. Лучше обсудим, когда все будут здесь и когда они будут здесь. Назови мне дату. Занесу ее в ежедневник. Кто тут главный? Я. Я главная. Я новый владелец. Можете говорить со мной. Говорите со мной. Слушай, мама, я все еще здесь. Я главная. Вообще-то мама уходит на пенсию. Не поняла. Я тебе что, часть интерьера? Вовсе нет. Но теперь это наш с Петером бизнес. Может, вы потом это обсудите? В отеле нет интернета. О, мы работаем над этим. Поторопитесь. Да. Да. Что-то я совсем не вижу, что здесь. Мама, вай-фай накрылся. Мне нужно оптоволокно. Лучше выйди на улицу. Мы в самом красивом районе Швеции. Перезвоните мне, когда все почините. Дай ей то, о чем она просит. Дать? Она всю жизнь получала, что хотела. Моя дочь избалованная стерва. Интернет накрылся. Нужен новый роутер. Нет, старый нельзя починить. Он тут со времен Холодной войны. Да, да. Я разберусь. С дороги, слониха. Задавлю. слониха! Привет! Так прикольно, что ты здесь. Ничего, что я назвала тебя слонихой. Моё школьное прозвище. Ну, а что поделать? В школе ты была жутко жирной. Это было давно. И вот ты бросила столицу и вернулась сюда. Прикольно. Осмотришься ничего так. Спасибо. Ты тоже. А я вот никуда не уезжала. После школы работала в пиццерии и вышла замуж за манги Викстона. Это парень из соседней деревни. У нас пять замечательных и очень особенных детей. Так что мы получаем от государства кучу пособий. Да я же прикалываюсь. Какой ещё мангин? Я замужем за Бруно. Ты ещё по нему сохла в школьные годы. Что-то я не помню. Ты так его любила. Ну, может быть. Это было так давно. Но мы разводимся. О, сочувствую. А я просто счастлива. Перемены это хорошо. Мы надоели друг другу. Мы ведь вместе с ним работаем. Никаких границ между работой и жизнью. Подмени меня в баре. Мне надо за детьми. Мне всё это так надоело. Бар у вас ресторан? Да у нас тут целый отель. Отель на холме? Нет, в Таиланде. Это твой отель? Собственно, я заехала поздороваться. Поздороваться со своим конкурентом. Ну, привет. А спасибо тебе за сотрудников. Извини, что? Кристор, Штефанула, все перешли ко мне. О, не может быть. Неужели ты не знала? Я не знала, что именно к тебе. Слушай, мне уже пора. Пока, слониха. Филе миньон, филе провансаль, булки с творогом, гуляши свинины. Я всё обдумал и решил, что пришло время перемен. Перемен. Начнём с меню. Нам бы новую посуду купить. С этим тоже разберёмся. Но для начала обновим меню. Это не Мишленовский ресторан в столице, где тусуются снобы. Здесь мы кормим обычных людей. Но нет ничего плохого, если мы чуть модернизируемся. Модернизируемся? Эти блюда давно устарели. Это классика. Я бы сказал, что это архи-как. Знаешь, почему мы не меняем меню? Потому что эти блюда пользуются спросом. Я понимаю, но небольшое обновление могло бы пойти на пользу. Мы здесь кормим обычных людей, а не стокгольмских гламурных шлюшек. А стокгольмские шлюхи здесь ты при чем вообще? Это меню составило Севанте, и оно просто идеально. Но мы же можем... Видел мою маму? Нет. не поможешь с обслуживанием номеров? Это надо отнести Ланстрэму в номер 20. Ладно. Обслуживание номера. Здравствуйте. Ваш заказ. Куда поставить? Спасибо, я возьму. Ладно. Привет. Шампанское принесли. Интернет заработал? Ну, вроде как. Да? Я понимаю, что тебе очень грустно, но скоро у тебя появятся друзья. Больше в рот, меньше в голову, и всё будет отлично. А это тебе. Пищевые волокна. Ты же их за завтраком, и никаких проблем с пищеварением не будет. Спасибо. Я сама их обожаю. Мама, что ты вытворяешь? А что такое? Нам с тобой нужно срочно поговорить. они уволились, когда я сказала, что ухожу на пенсию. Ну и почему ты мне не сказала? Только не злись на меня. Ну а что скажи мне ещё делать? Ты всё драматизируешь. Я драматизирую? Это реакция нормального человека. О, поверь, ты ещё не видела меня, когда я на самом деле драматизирую. прости меня, Мадлен. Я до самого конца не была уверена, что ты вернёшься сюда. Чудесный план оставила меня без персонала. Ты села на мой ноутбук. Извини, Мадлен. Извини, дай я. А ну не трогай. Это дорогая и чувствительная техника. Это тебе не трактор. Сначала эта стерва и вет заполучила Бруно, теперь моих сотрудников. Бруно? Да, мой бывший. Ты была с ним? Это было серьёзно? Очень. Настолько серьёзно, что я хотела от него родить. Но тут подвернулся ты. А как у тебя дела? Томми. Он гетерофоб. Он ненавидит меня, потому что я не гетерофоб. Да, дело в том, что ты гомофоб. Мне плевать на его ориентацию. Он не слушает меня. Обзывает меня хипстер анутом. Будь мужиком, Петер. У нас в коллективе токсичная атмосфера. Да ладно тебе. Да ладно. Прекрати ты. Ты ведь главный на кухне. А что я сделаю? Ты же его сестра. Ты сестра. что? Мне приказать ему уважать тебя? Да что вообще случилось с мужиками? Вы боитесь конфликтов? Ищите легких путей? Вот этот Лунстрем из номера двадцать. Жена его на работе. А он развлекается с любовницей. Это просто отстой какой-то. Точно отстой. Ну что за Леннарт? Леннарт? А ну стоять. Леннарт? Вырубай свою технику. Это же машины постояльцев, Леннарт. Я дорожку чищу. Слушай, иди в дом. Я с этим разберусь. Мадлен. Да. Когда я получу новый стул? Вот тебе стул. Жена Лунстрема приехала? Тогда с кем это он? Жена не появлялась. Вот грязная свинья. Знаешь, я не понимаю столь льгомский юмор. Мне нужно нормальный стул, а не вот это. Тогда работай стоя. Не могу. Ложись на стойку. Стокгольмский юмор. Извини. Мне нужен стул. Для начала копченая свинина с капустой, печеными яблоками, ну и горчицей. это сейчас самое модное рождественское блюдо. Затем филет резки, запеченный в духовке с сыром и спагетти под соусом путанеско. Среди веганов пользуются большой популярностью. Порции маленькие. Народ от горного воздуха обычно голодный. Это для дегустации. Буду благодарен, если попробуешь и выскажешь свое мнение. Ладно. Окей. Ну что? Это свинина. Вкусно? Ничего так. Ничего? Вкусно, но не лучше, чем блюдо, которое Саванте готовил из консервов. ясно. Все еще ничего? Я просто проголодался. привет. Развлекаемся? Думаешь, я не вижу, что происходит? Таскаешься тут со своей любовницей. Свинья. Здесь приличное заведение. Лучше найти другое. Да как ты смеешь? Не поняла. Я провожу выходные с дочерью. Человек не может просто общаться с дочерью, не вызвав таких грязных подозрений? Да, конечно. Сначала думай, а потом говори. Я поняла. А за идею благодарю. Я уеду в другой ответ. Спасибо за все, дура набитая. Если бы у нас было достаточно сотрудников, мне бы не пришлось идти к нему в номер. И тогда всего этого не было бы. Вот блин. Как же я все ненавижу. Хочу уничтожить этот мерзкий мир. Радость моя. Не сейчас. Не сейчас. Нам нужны сотрудники. Ну и где же мы их возьмем? Гастарбайтеры. Они в сентябре все разбежались. Соседние деревни? Кто будет ездить на работу за сто километров? ты поговорил с Томми? Да поговорил. Поговорил. И? Все хорошо. Ну и к чему вы пришли? Мы во всем разобрались. Я хочу узнать подробности. Ладно. Мы достигли компромисса. Компромисса? Оставляем старое меню. Все мои идеи отправляем на помойку. Как-то так. И в чем компромисс? Он перестает меня обзывать хипстера нутами. Спасибо за понимание. Милый. Иди сюда, мой маленький хипстер. Я не в настроении. Да ладно тебе. Извините. Лундстрэм? Какого? Я хочу... Чего тебе? Хочу принести извинения. У нас с вашим мужем произошло недопонимание. Замолчи. Я предлагаю вам компенсацию. Вот цветы и шампанское. Я прошу оставьте меня. Конечно. Мы будем очень рады видеть вас снова в нашем отеле. И вашу дочь. У нас теперь и дочь есть. А это ещё что? Что произошло? Это всё Леннард. Что Леннард? Он чистил двор и засыпал проход снегом. Ну и где же он? Понятия не имею. Так позвони ему. Это не входит в мои обязанности. Сейчас же позвони. Не входит в мои обязанности. Сейчас же звони ему или будем ждать пока растает снег. Не ори на меня. Я сказала звони. Это невыносимо. Лучше бы я по дороге сюда встретила голодного медведя.